Горожане, проживающие по адресу улица Богдана Хмельницкого, 82, уже месяц живут в руинах. Весь двор перекопан, люди вынуждены пробираться к своим квартирам по деревянным доскам. С каждым днем ситуация усугубляется. Это двор дома номер 82. В нем проход между квартирами и без того был узкий, а теперь так вообще не разминуться. Горожанам приходится пропускать друг друга, потому как одновременно двум людям пройти вдоль двора не удастся. Причиной всему послужила забитая канализация и халатность коммунального предприятия ЖКС Хмельницкий. Все началось еще месяца три назад, это если глобально. Забилась канализация и горожане регулярно по несколько раз в неделю вызывали аварийную службу. Вся эта история уже месяца три конкретно, вот уже действительно, как говорится, как петух начинает клевать в одно место. Хотя это проблема с канализацией не один месяц уже. С прошлого года, в прошлом году очень много, сейчас векусы вызывали, а сейчас уже постоянно. Вот с весны каждую неделю, а то на неделю несколько раз. Затем последовало множество обращений во всевозможные инстанции, и в результате сотрудники ЖКС Хмельницкий таки разрыли траншею для замены канализационной трубы. Произошло это около месяца назад, однако после этого все утихло. Траншеи так и стоят разрытыми. Идут дожди, грунт вместе с водой размывается. Горожане вновь забили тревогу. Однако на этот раз в коммунальном предприятии жильцам сказали, что у дома большая задолженность перед ЖКС. Поэтому ничего делать они не будут. Вы, конечно, извините, но зачем нужно было разрывать, если не планировали ничего делать? Издевательства над людьми по-другому не скажешь. Они так сказали, заплатите хотя бы тысячи две, чтобы мы могли купить трубы. Сосед заплатил свой долг, две с половиной с копейками. И он ходил в субботу или в пятницу, и сказали, да, трубы у нас есть. В чем теперь причина? Ну, если у вас уже трубы есть, ну, хотя бы сделайте то, что вы нарыли. Слава Богу, что хоть в субботу положили вот эти вот деревяшки, а то этого не было. У меня там сарай в углу, так, извините, у меня по стеночке, а голова немножко бывает, тоже кружится иногда. Вы понимаете? И смотришь туда, думаешь, господи, бухнешься в это давно, извините меня. Это, подождите, я вам сейчас скажу. В субботу, да, в субботу они еще раз вызывали эту. Ну, 15, вот это вот, 35. И она уже откачивала из-за этих рытых траншеей, потому что там вот столько, уже это было давно. Полностью первая траншея, не вот эта вторая, а полностью первая траншея. Вонище стояло вообще просто, идешь, противогаз надо было отягать. Ну, вот так вот. Отметим, что горожане также обращались в единый центр обращений граждан, где получили ответ, что на вторник, 31 августа, запланирована замена канализационной трубы. Но, как видим, никто даже пальцем не пошевелил. Люди уже в отчаянии, переживают еще пару дождей и поплывут уже квартиры. Ведь после прошедшего ливня, 27 августа, произошло обрушение траншеи практически до фундамента прилегающих домов. Во дворе живет много детей. Сразу после обрушения были обращения в МЧС, полицию для принятия каких-либо мер. Но никакого реагирования на обращения нет. Жить и бояться, что сегодня-завтра ты сможешь остаться без жилья, и все это из-за халатности коммунальщиков, просто абсурд какой-то. Такое случается, наверное, только в Одессе.